Накормить живность с утра полдела. У Евгения Чеглазова есть миссия ответственнее. По расписанию утром и вечером. Дом в массиве Кхамыш-Кора Чеглазовой построили с нуля еще в 90-х. С тех пор верные соратники домочадцев дрова и уголь. Машина дрова это примерно 15 тысяч рублей. Уголь, ну тоже около тонны. Сейчас уже 15-17 по разной цене. Ну плюс, естественно, это все нужно перепилить, перерубить, перескладывать. В общем, зима, это занимаешься печкой, целыми днями практически. И так живут более 300 семей этого массива. Вот как у нас зима, так у нас везде каждый день свет отключается. Я не совру, вот люди здесь стоят, то трансформатор горит, то перегорает еще что-то, то провода. Вдобавок ко всему неудобство доставляет дорога. Местами точно как полоса препятствий. Заасфальтировали здесь лишь главную дорогу. Как говорят местные жители, праздник на этом заканчивается. Чтобы пройти вглубь, придется преодолеть лужи, грязь и прочие неприятности. В самом Хамушхура, то есть в массиве, у нас очень много молодых семей, которые до сих пор, дети, ну, не пошли в садик. И вот как бы, ну, ждем. Резак Мулаев озвучивает еще одну проблему. Сельчанам необходим детский сад. Его здесь строят с 2017 года. Менялись недобросовестные подрядчики, проект замораживали, но лед тронулся. Новый подрядчик нагнал темп. Первых воспитанников примут в конце года. Будет сад, будет и газ. Уже есть утвержденный проект газификации. Он как раз включает именно работу по обустройству газораспределительных сетей. После выполнения данных работ будет выполнена работа газификации улиц. Сельским поселением ведется сбор заявок. И люди, по последним нашим данным, активно участвуют и подают заявки. Власть обещает, голубое топливо в массиве появится поэтапно в 2022 и 2023 году. Если вы столкнулись с проблемой или попали в трудную жизненную ситуацию, обращения в различные ведомства не принесли результата, пишите и звоните нам. Номер телефона вы видите на своих экранах. Также вы можете оставить сообщения в социальных сетях. Лену Забур, Сиитва, Аким Бекеров, телеканал Милец, Симферопольский район.